Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. Ну что, друзья, этот сюжет мы, пожалуй, начнём с нашей любимой рубрики «Российские к саморазоблачения». И, в общем, смотрели мы на днях свежие фоточки, прости господи, хероев СВО, и взгляд как-то вот остановился на одном из лозунгов, написанных на боеприпасе. «За детей, ёпта!» И не дрогнула же рука такое писать. Вы, наскоряше извините, а за каких детей? За тех пять малышей, которых вы в районе Покровска в рождественскую ночь убили? Или, может, вот за этих девочек, которые через несколько дней после сделанного фото погибнут от российской авиабомбы? А сколько их таких в безымянных могилах одного только Мариуполя? Сотни? Тысячи? Смотрите, как в Мариуполе на кладбище людей хоронят. И вот так вот очень много могил неизвестных людей. Но это так, просто мысли вслух о космическом цинизме скрипоносцев, а в случае с надписью «За детей» куда важнее другое. Ведь, знаете, мы же ровно такой же текст прям буква в букву уже видели. А знаете где? О, друзья, на вокзале в Краматорске. Все, 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 Москва. Но когда стало понятно, что вместо военных погибли десятки женщин и детей, путинские черти мигом переобулись, мол, я не я и мам не моя. Из-за детей не они писали. И точек у, у России якобы нет. Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной России 8 апреля ракетной атаке по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности, заявили в оборонном ведомстве. Тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ЖД вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами. Их буквально сразу же макнули рожей в дурно пахнущую субстанцию. Ну да, настолько нет точек у, что они регулярно демонстрируются на парадах. По площади движутся пусковые установки тактического ракетного комплекса «Точка-У». Ну а теперь, когда история с Краматорском подзабылась, скрипоносцы снова принялись калякать текст за детей на своих снарядах и ракетах. Ну просто невероятное совпадение. К счастью, у нас все ходы записаны, и по прилету в Краматорске кремлевские пропагандисты могут смело начинать обтекать. Хотя мы почему-то уверены, что им вообще пофигу. Подумаешь, на вранье поймали. Сейчас дела поважнее есть. Дело в том, что в России стартовала предвыборная кампания. Ну а если говорить точнее, предвыборное облизывание царя. Такс, чё там у нас, кто первые в очереди языком погружаться, только чур не до почек. Друзья, если вас учат ненавидеть, если подвергают сомнения, ваше отношение к президенту, к стране, к верховым главнокомандующему, министру обороны – это враги. Какие бы там аватарки ни стояли, какие бы сборы они ни делали. Все, кто против Путина – враги народа, доносятся вот реально из каждого утюга. И особо продвинутые лизуны не ограничиваются словами, и даже ролики предвыборные для кормильца снимают. Сейчас вот вам покажем гениальный креатив. Чё там? Выборы сегодня. Сегодня? Ну да. Ну хорошо. О, видали почтальона Печкина? Правда, в реальной жизни он бы разве что кусок своей руки товарищам в контейнере принёс. Там бы одного и в пиведро нахватило. Но давайте дальше слушать. Не зря ж пропагандисты время и силы на этот шедевр тратили. А ты за кого голосовал? Ну, в стране один президент. И он сказал, Одесса – русский город. А я из Одессы. Всем постам, всему личному составу. Боевая тревога. Выснигаемся. Брать Укреп район. Принял. Подвигаемся. И тут мы, признаться, невольно улыбнулись. Одесса – русский город. Так Путин сказал. Ой, ну всё, спасайся, кто может. Ага. А ещё Путин сказал, что в Херсон навсегда пришли. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. То есть слова бункерного деда – это давно пустой звук, на который даже внимания не стоит обращать. Одесса – русский город. Отлично. И где же вы там сейчас? Или, может, есть хоть какие-то перспективы продвижения в сторону Одессы? Спойлер, эту тему можно было закрыть сразу после позорного бегства из Херсона. Шойгу, министр обороны, приказал не приступить к отводу войск из той части Херсонской области, которая находится на правом берегу. Мы оставляем Херсон. Наша оборона будет строиться на левом берегу. Кстати, раз уж вспомнили Херсон, есть забавный момент. Чем больше времени проходит, тем активнее пропагандисты перевирают события осени 2022 года. Оказывается, оставить единственный захваченный после 24 февраля областной центр – это никакой не позор. Напротив, гениальный ход. И здесь крикуны зачем-то приплетают Каховскую ГЭС. Мы ушли из Херсона, они считают, что это их великая топтическая уловка. Хотя, ну, там просто было тяжелое решение о выходе с правого берега ввиду опасности подрыва Каховской ГЭС. И ты слушаешься это и думаешь, на кого вообще рассчитан этот трешак. А ничего же правый берег Херсонской области выше левого. Соответственно, и подтопило его в разы меньше. Так в чем логика, Коц? Или просто стоит честно признать, что есть задачка перед выборами, все залеты и позоры под сомнение ставить? Что-то пытались показывать на Времьевском выступе, но это тоже был такой... Больше информационные какие-то атаки. Эта суицидальная операция по созданию плацдарма на левом берегу Днепра. В общем, к ноябрю месяцу стало понятно, что контрнаступление выдохлось полностью. Честно говоря, получается у них не очень, как ничего не получится и с Одессой. То есть это не что иное, как чисто предвыборный трындеж. Скоро и тут выбор. Здорово. А я после войны здесь останусь. В Одессе. Родня моя из этих земель. Вернусь домой и мы их. Где вы купите? Да нет. Дадут. Когда не восточный гектар, а участникам ИСЛО в первую очередь. А на деле вот такие воньки не квартиры в Южной Пальмире, а Макин тоже деревянный получат. И то, если родина удосужится из посадки забрать. И здесь нет никакой бравады. Позицию по Одессе очень легко обосновать. И начинать стоит с того, что шансов форсировать Днепру армии, которая даже северский Донецк под Белогоровкой, не смогла перейти, нет вообще никаких. Точнее, в реальном мире шансов нет. А вот если верить путинским халуям, к концу 2024 года и над Одессой, и над Николаевым будет развиваться трехцветная тряпка. Много нам пока не надо. Это прежде всего выйти на административные границы Донецка и Луганских народных республик, да, к концу следующего года уже повесить, возвысить наши государственные флаги над Одесской и Николаевской области. Вот это было бы блистательно. Мы уже над таким даже не смеемся. Просто для такого рода победителей РТОМ у нас на базе НАТО есть отдельная папочка. И, конечно, где-то в декабре нынешнего года мы с любовью достанем обещание опасного деда. К концу следующего года уже повесить, возвысить наши государственные флаги над Одесской и Николаевской области. Вот это было бы блистательно. Как, собственно, и многих его братьев по разуму. Ведь мы сейчас не столько об отдельных городских сумасшедших говорим, как о системе, которая построена на лжи и ложных надеждах для народа. Позорная российская армия два года барахтается в селах Донецкой области, а пропагандисты при этом прорываются языком в Приднестровье. Или создают буферные зоны, так, чтобы обезопасить Россию от прилета крылатых ракет. Если вы бьете на 280 километров своими гарпунами по тактико-техническим характеристикам, то это значит, что вы сами провоцируете тот факт, что специально военная операция будет продолжена до того момента, пока не будет создана санитарная зона для купирования экзистенциальной угрозы для Черноморского плота и западных регионов Крыма. При этом, согласно другому популярному темнику, натовские ракеты для самой скрепной армии в мире якобы вообще не проблема. 99% сбивается, заявляет на всю Россию очередной титан мыслей. Но что касается сбивать, то сбивается практически 99%. Как это и в Крыму происходит, как это происходит в Белгородской области, в Брянской области и Курской. То, что долетает или обломки, или то, что долетает, это, безусловно, трагедия для определенных, личная трагедия для семей. И здесь у нас есть простой уточняющий вопрос. Мы правильно понимаем, что прилет двух ракет в штаб Черноморского флота... Нанесен удар. Просто вслушайтесь. По штабу. Демилитаризация БДК «Новочеркасск», подводные лодки «Ростов-на-Дону» и ракетного корабля «Аскольд». В окрестностях феодосийского порта можно встретить множество фрагментов обшивки большого десантного корабля «Новочеркасск». В российской подводной лодке «Ростов-на-Дону» был нанесен фатальный урон. По мнению аналитиков, такие повреждения наверняка выводят подлодку из флота до конца войны. Это все и есть тот самый несбитый 1%. Причем это же мы только самые громкие истории упомянули. Были же еще попадания непосредственно в ПВО, уничтожение запасного командного пункта в Севастополе. Под Евпаторией был уничтожен российский комплекс противовоздушной обороны «Триумф». И вот красным обозначена зона поражения систем. Ну же смешной, так о каких 99% идет речь? Или если ракета сбита штабом или кораблем, то это тоже считается? Ведь иначе придется поверить, что для каждого попадания Украине приходится запускать по 100 ракет. А для такого, кстати, нужны с три десятка самолетов. И здесь стоит напомнить, что всю авиацию Украины канашенков с городскими сумасшедшими уничтожили уже много раз. В Минобороны сообщили об уничтожении практически всей боеспособной авиации Украины. Поэтому неплохо бы им там в Москве определиться, крестик или трусики. Ну так, чтобы не получалось, что с одной стороны авиации нет, а с другой 100 ракет сбили. Кстати, раз уж речь зашла о ракетах, то мы очень рекомендуем Шойгу и Герасимову принять на вооружение нанотехнологическую и многоцелевую систему ПВО «Димон-88». Берут там всякую разную муть, чушь всякую, собирают, потом создают вот такой продукт. Даже в своей базовой версии это ПВО намного эффективнее, а главное дешевле условного С-400. Там даже ракет не нужно. Пару чекушек водки, мистер Сидор на погоны и установка «Димон-88» переходит из режимов сна в боевое положение. Даже если никаких ракет в воздухе не наблюдается, нано-ПВО начинает давить врага психологически. Ну, в смысле, изрыгает проклятие и обзывается, как прыщавый школьник в пубертате. Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники воевали с нами. И вообще эти пи***ы. Мразь, выпи***, уроды. Ну и, конечно, угрожает ядеркой. Это топовая фишка базовой модели. Тут отдельные тупоколовые вояки из Бандерастана договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией – это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России. Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства. Но не нужно быть более-менее серьезным военным экспертом, чтобы знать, что единственная реальная ядерка от «Димона» – это его ядерный перегар. То есть панцирь на здании Минобороны – это неоправданная глупость российских военных. А могли бы Гурулёва с Медведевым на крыше культурно усадить, и они бы не то, что вместо работы «Шойгу», а всю Москву от ракет и дронов защитили. По слухам, единственное слабое место у системы ПВО «Димон-88» – это печень. Но здесь уже ничего не поделаешь. Нанотехнологии требуют жертв. Вот где действительно аналогов нет. Точнее, аналоги-то есть в каждой стране. Но только в России они умудряются оказаться на самом верху и поймав горячку нести бред от имени государства. Впрочем, какая страна, такие и герои. Простая истина, проверенная временем. Больше восьми лет. Они всеми силами разжигали ненависть. О чём вообще с вами говорить? Разнесём Киев ядерными ракетами. Делали всё, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Patreon. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Всё будет Украина! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова